Важной концепцией в области исполнения кода и вызова функций в частности является стэк вызовов. Стэк вызовов, он же машинный стэк, он же стэк исполнения. Стэк вызовов является неотъемлемой частью большинства языков программирования, поэтому необходимо иметь хотя бы базовое представление о том, что это такое. И начнем мы с того, что же такое стэк. Стэк — это абстрактная структура данных, и ее можно, пожалуй, сравнить со стопкой. Пусть у нас уже есть какие-то элементы в этой структуре данных, и все, что мы можем сделать — либо положить какой-то элемент сверху, либо убрать верхний элемент. То есть если бы мы хранили в стаке, например, числа, то это бы выглядело примерно как-то вот так вот. Пускай у нас есть вот такой вот условно узкий стакан, и мы можем положить сверху элементы днички, и затем положить сверху элементы двойки, затем положить сверху элементы тройки. При этом они бы уложились в нашем стакане вот таким образом. При этом ни в какой момент времени мы не можем положить элемент между ними или забрать какой-то элемент между ними. То есть мы не можем положить элемент сюда, или мы не можем положить элемент сюда, мы можем класть лишь элементы сверху. В свою очередь забрать мы можем также только верхний элемент. Мы не можем забрать двойку или единичку, потому что сверху лежит тройка. Поэтому мы сначала должны забрать ее. Операция, когда мы что-нибудь кладем на стэк, называется push. А когда мы забираем элемент, она называется pop. В свою очередь, из реальных аналогий с реальными предметами, стэк можно сравнить, пожалуй, с детскими пирамидками. Вот такие вот пирамидки с кольцами, которые увеличиваются и увеличиваются к основанию. Вот у такой детской пирамидки есть штырь, на который мы, собственно, и ставим эти элементы. И все, что мы можем сделать в любой момент времени, либо снять какой-то верхний элемент со штыря, либо какой-то из неиспользованных элементов уже посадить на штырь.